Евроинтеграция как продвижение секс-мешенов. Почему Еврокомиссар позволяет себе давать указания? Валерий Мостолеп, директор института проблем безопасности. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня в парламенте было весело. Как всегда. Партия коммунистов покинула зал заседаний в знак протеста против отказа. Большинство отменить, исключить из закона о недискриминации сексуальные меньшинства. Лидер коммуниста Воронин сказал, что это установка Запада. Этот закон и вообще то, что произошло сегодня. Это по прямому указанию Запада. Какие вообще за 4 года, по вашему мнению, европейские ценности, кроме парада геев, можно занести в актив альянсу? Буду краток. Особенно хвастаться нечем. И я думаю, что все те, кто нас сейчас смотрит, прекрасно осознают, что ничего особенного за 4 года в нашей жизни не произошло. В первую очередь с экономической точки зрения, а именно экономика и социальное развитие. Это первые признаки развития любого государства. Все остальное идет чуть-чуть попозже. Да, общеизвестный не хлебом единым сыт человек, но когда его нет, как бы о поэзии ценностей. А ведь гранты поднимаются до уровня миллиардов. Во-первых, на словах, потому что основная часть населения об этом ничего не знает и вряд ли это чувствует. Основная часть населения знает, что есть гранты. Да, и что их кто-то получает. Но в карман их не положишь, как минимум, потому что их никто не видит. Может быть, кто-то их все-таки видит. Со всеми нашими гостями, которые 4 года нам рассказывали, какая у нас здесь история успеха, лично мне все их заявления больше напоминают сцены из книг «12 стульев» и «Золотой теленок» и поведение Остапа Бендера. Но, к сожалению, если над книгой мы можем долго смеяться, то над нашей незавидной участью, как мы, как народ, оказались в таком положении, что несколько индивидов над нами так издеваются. И 4 года хотим и не хотим, но им удалось провернуть комбинацию, что они все еще продолжают после всего того, что произошло, находиться во власти и якобы продвигать еще так называемые ценности. О том, что есть геополитический игрок, в данном случае вы называете его Западом, который заинтересован в продвижении своих интересов, и на нашей территории ему это удается делать очень, скажем так, простыми методами. Достаточно приехать 3-4 раза, сказать, какие мы здесь европейцы, что мы лучше, история успеха. И вот те, кто у власти, готовы за это принимать любые законы и очень часто противоречившись нашим традиционным ценностям. Так вот, в том-то и дело непонятно, что это за евроинтеграция такая, через одно место. То есть ощущение складывается, что за эти 4 года есть разговор о больших грантах, которые, правда, действительно мы не ощущаем. Может, они и есть, но мы их не ощущаем. И вот приняли этот закон о недискриминации, и еврокомиссар Фюли первое, что сделал, это участвовал в этом гей-параде. Я уже высказывал точку зрения о сомнительности компетенции этих людей. Я сейчас говорю абсолютно серьезно, что международная политика и дипломатия в нашем регионе, она требует определенных знаний. Напомню, что Запад уже провалился, как мог, в Грузии. В результате разных телодвижений Грузия осталась без половины своей территории. Неизвестно, когда, если когда-нибудь еще получат на Украине, что произошло, мы все видели. С Белоруссией разговор не очень-то складывается. Вот была эта история, мнимая успеха нашей страны, которую чувствовали несколько человек, я имею в виду этот успех. А большинство в это время удивлялось, что это такое. В это время принимались, чуть не сказал, не совсем цезурные выражения о том, какого качества были у нас законы. Сегодня принимаем одно, завтра другое. Удивляемся, кому нужны эти законы. А все это потому, что нет естественного процесса. Что такое демократия в принципе? Это мнение и желание большинства, облеченное в закон. Разве большинство из тех законов, которые принимались на протяжении последних четырех лет, выражают они на самом деле желание большинства. Я думаю, что большинство людей в нашей стране, причем я говорю о Приднестровском регионе, обо всех жителях, они все желают одного и того же. Стабильности, внятности, экономического развития, а потом уже все остальное. У нас же почему-то появилось вначале потом все остальное, еще и с непонятным подтекстом. А вот экономика, социальные какие-то вопросы, это все нам не нужно. Ну, то, что у меня сложилось ощущение, что вот эти еврочиновники, Фюли, Эштон и все остальные, они строят просто на этой виртуальной истории успеха, они строят свою личную карьеру. Так точно. Их мало интересует в принципе то, что происходит здесь, и демократические ценности. И они это доказали своим отношением к этой власти, которую они просто коррумпировали своим отношением, вот с безответственностью этой. Но вот так же, как и с виртуальностью истории успеха, у меня ощущение, что так же и с виртуальностью. Я бы хотел эту тему закончить, потому что все-таки тема геев, она сейчас на слуху, и может быть мы уделяем ей слишком много внимания, но все-таки, если честно, меня задевает это, что агрессивно... Мне всегда задевало и возмущало то, что агрессивное меньшинство в нашей стране, она всегда пытается навязать свою волю, скажем, или свое мнение большинству. Так происходит и с так называемой руманизацией, потому что агрессивное меньшинство навязывает большинству, молдавскому большинству свою вот эту позицию, так же и с сексуальными меньшинствами. Вот их агрессивная позиция, она навязывает большинству, и вот последний этот гей-парад, который произошел, он доказал, что в принципе их нет у нас, но этих людей, их практически нет. И вот наше все-таки общество достаточно патриархальное, и я считаю, что отношение к ним было бы достаточно толерантным. Оно и есть, значит, было бы. Мы с вами в ежедневной жизни, разве мы слышим о таких проблемах? Так зачем этот закон о дискриминации? Это что? Это еще очередная попытка вот этих еврочиновников чиновников где-то в Брюсселе или в Страсбурге просто доложить о том, что вот какие они гениальны, и как они сумели свободу личности продвигать в Молдове? Меня в первую очередь интересует, как мы дошли до жизни такой. В том смысле, что у них могут быть миллионы интересов, которые нас могут интересовать чисто теоретически. Что они хотят через такой закон, или почему они в нашей стране продвигают другие религии, не совсем типичные для нас, и обязательно вот в такой жесткой форме обязательно поднимать это. Есть такие вопросы у них. Почему мы, вот главный вопрос, который меня интересует, почему мы позволяем это делать? Почему? Слабых бьют. И нужно понимать, что если мы как население будем продолжать закрывать глаза на то, что уничтожается наша культура, что наши традиционные ценности подменяются под видом евролозунгов, каких-то мнимых успехов, а в это время в замке у шефа происходят разные другие вещи, которые не имеют ничего общего с интересом большинства. Поэтому и те парады, о которых вы говорите, вообще вот все эти вещи совершенно нетипичные для нашего населения. То, что они происходят, подменяются просто отсутствии, во-первых, любых прогрессов. Во-вторых, создается дополнительная повестка дня, потому что люди вместо того, чтобы задавать сейчас вопросы, товарищи, 4 года, чем вы занимались, а что они обсуждают. А что это, а что то, а это на самом деле проблема. Начинается, я сегодня слышал рапорт какой-то международной организации, что молдаване традиционно нетолерантны к представителям других религий, наций. Вот это чушь уже. Но вот это уже пошел полный бардак. Но кто-то же пишет это все. Если мы здесь на нашей территории называемся уже нетолерантными, я более толерант на их народности, как здесь, редко я побывал по миру и продолжаю ездить, редко где столько толерантности. Но кто-то же это все пишет, делает, из всего этого раздувает какой-то огонь. Зачем-то это кому-то нужно. И поэтому, отвечая на сами же поставленный нами вопрос, как мы дошли до жизни такой, надо себе поставить оценку минус, что большинство населения должно признать, что-то мы не то делаем, и какая-то у нас не та система наблюдения за властью, не говоря о том, что мы обязаны на нее еще и влиять, чтобы не допускать. Это означает, что в нашей системе, что мы построили за 20 лет, трое-четверо индивидов могут прийти и сделать со страной все, что хотят. Но осталось еще ввести смешанную систему на выборах, и тогда не 3-4 индивида, а просто 1 или 2 начнут влиять на... Абсолютно. Мы начали с 4, можем дойти до 2, а там и до 1 из-за рубежа недалеко. А по-моему, сейчас у нас внешнее управление. Да, так и есть. Это абсолютно точно. И причем не самое лучшее внешнее управление. Потому что тот же Фюли, я бы не сказал, что он блещет талантами. Внешнее управление в принципе не может быть хорошим для населения той или иной страны. Нет примеров в мире, где идет внешнее управление, и население жилось бы хорошо. Я таких примеров не знаю в истории. Но население, те, кто сейчас нас смотрит, должно задаться вопросом, кто голосовал за этих людей, и кто продолжает их терпеть. Вот если говорить о замке шефа, Дьяков признал, что во время визита Фюли, когда они встречались все вместе, Фюли им запретил идти на досрочные выборы и дал прямые указания, как их избежать. Это что уже? Это уже... Даже не могу найти правильное слово, чтобы определить то, что происходит. Мало того, что Фюли дает им указание, так они уже не скрывают этого. То есть они об этом заявляют. Это наша политическая элита. Это что? Такое отношение уже к этому обществу. Это мы сами виноваты, что мы породили такой политический класс. Да, поэтому в самом начале передачи я сказал, все должны задать себе вопрос, как так получилось. Ну а что вы хотите? Это естественное поведение. Они ничего не боятся. Не существует легальных механизмов давления на власть. Большинство... Моя хата с краю. Как в плекат Сабианултай. Там мне больше всего надо и так далее. Ну большинство, давайте признаем. Гражданского общества у нас нет. Нет. Не существует в принципе. Не, оно есть, но у меня ощущение складывается, что как только зарождается какое-то определенное гражданское общество, у него появляются определенные люди, их начинают коррумпировать, и те же самые политики скупают их. У меня такое ощущение складывается. Дело в том, что гражданское общество, если оно существует, оно имеет как раз в своем корне людей, которых невозможно. А вот от них нету те. Да, вот поэтому я и говорю, что его практически нет. Потому что те, кто... Она на какой почве может зародиться? Потому что сейчас огромные протестные настроения, огромные в обществе. Но каждый предпочитает на кухне сидеть и возмущаться. И почти никто не выходит протестовать, хотя сейчас огромные протестные. Вы говорите об эффективности подобного гражданского общества. То есть не только, чтобы такие были люди, а нужно, чтобы они еще и умели бороться. Потому что, скажем, если большинство не согласно с происходящим, то они, собственно, не знают, что делать с этой энергией. Давайте признаемся, что это правда. У нас более 35 партий вообще зарегистрированы. Уже промолчу про разные неправительственные организации. Этих вообще уберем. Деньги получают они из-за рубежа. Как там скажут, так и не будут говорить. Но 35 партий. У нас в парламенте 4. Главная оппозиционная партия партии коммунистов в парламенте. Хорошо. А где остальные 30? Я сейчас абсолютно серьезно говорю. Для того, чтобы зарегистрировать партию, нужно 5000 членов иметь. 30 на 5000. 150 тысяч мы получили сразу. Эти же люди автоматически, они все должны, пусть если нет шансов, но они хотя бы должны высказывать свою точку зрения. Это очень не слабая цифра. Просто с ничего собрать 150 тысяч, которые скажут, что еще одна такая выходка с таким законом, который вы принимаете против народа. И мы уже будем не рядом с парламентом, а в парламенте. Люди начнут думать. Я имею в виду те, кто принимают законы, которые реально противоречат нашим интересам. Но никто ничего не боится. Нет схемы. Те, кто занимаются политикой, если можно это так назвать. Видите, сосредоточены совершенно на другом. Всего лишь одна партия в оппозиции. Мы видим, боремся, борются. Но мы сейчас говорим с вами о обществе в целом. В том-то и дело, что есть определенные тенденции в обществе, которые общие для всех. Совершенно верно. И тем не менее, до сих пор сохраняются настроения, что если эта партия коммунистов выступает против, я не пойду с ней, потому что это партия коммунистов. Если мы не перестанем избавляться от этого дележа на своих чужих, то мы никогда не добьемся того, о чем вы говорите. Потому что только относительно, ну ясно, полностью единого общества быть не может. И это нормально. И это нормально, естественно. Но о том, как из этого общества, абсолютно толерантного, полиэтнического, нас превращают просто в какое-то ходячее быдло. Вот эти, с позволения не называть. Я их не называю политикой. Я сейчас называю тех людей, которые находятся в власти, я их называю ребятами. Потому что те схемы, которыми они управляются, те понятия, по которым они живут, то, как они управляют этой страной, или создают вот эту анархию. Потому что у меня ощущение, что анархия ими управляет. Вот сегодняшнее решение Конституционного суда о том, что сами Конституционные судьи решили, что судей Конституционного суда нельзя отправить в отставку. Это вообще какой-то бред. То есть мы сами себя априори защищаем. Нет системы власти в государстве. Что вы хотите в такой воде, если ничего не работает, все расшатано. Естественно, решение будет приниматься таким образом. Я бы хотел, в контексте, это немножко, конечно, произошло раньше, но все-таки мне интересно очень ваше мнение компетентное. Вот если говорить о Фюле и его визите, как вы думаете, это все-таки ответная реакция на визиты Рогозина и те масштабные мероприятия, которые произошли, символичные мероприятия 9 мая? Или это приезд специально под склейку бетона Альянса? Второе, конечно. В первую очередь Евросоюз выдержал маленькую паузу после того бардака, что эти товарищи устроили между собой, вот эту бойню. Они поняли, что дело может закончиться досрочными выборами. Для Евросоюза это тоже геополитическая катастрофа. Вы не забывайте, что Евросоюз... У нас вообще принято Брюссель, Евросоюз. А кто это Евросоюз? В том-то и дело. Что 350 миллионов сидят и следят за тем, что происходит в Молдавии. Это несколько чиновников в Брюсселе, которые получают неслабые зарплаты и которые рисуют картины, сколько денег ушло в Молдавию и для чего им потом нужно отчитываться. Тут же Фюле он... Ну он кто такой? Откуда он взялся? Откуда он такой большой специалист и царь по нашему региону? Он временный товарищ. Ему еще полгода и все. Он уйдет с этой должности и больше мы о нем не услышим. Не в нашем регионе. Но если он не выиграет перевыборы? Нет, он не выиграет. Там не перевыборы, это назначенец. Поэтому там выборы будут в Европарламент. В общем, Фуле это уже такая... Пройденный этап. Пройденный этап, да. Но они все эти четыре года, они рисовали эти картины. А там есть цифры, помимо лидеров, кто в Молдавии должен быть, указывать. То, что за четыре года мы привыкли, знаете, уже привыкли уши у некоторых людей наших, что кто-то приезжает из-за рубежа и говорит, какие должны быть законы, какая должна быть у вас власть, а что предпочтительнее. Вообще это наглость, которая граничит не просто там смешательством во внутренние дела, а это хамство международное. Такого себе нигде в мире никто не позволяет делать. Приезжать в другую страну. Ты кто такой вообще? Ты откуда взялся? Из Чехии? Кого ты там представляешь в Брюсселе? Я уже высказывался. Я желаю Фуле, чтобы у него в личной жизни и в политической было столько истории успеха, сколько было у моей страны во время их партнерства. Я имею в виду Фуле и Республики Молдова. Вот ровно столько, чтобы у него была история успеха. Это не звучит как проклятие. Это как может показаться. А какие искренние пожелания? Но, конечно, мне как гражданину не может не быть обидно, что приезжают люди, которые я вижу. Он первый раз в стране, ничего кроме аэропорта Крикова не видел. И он нам рассказывает, как здорово, куда мы идем и только этот путь, куда нас этот путь ведет, как он называется. При этом с визами они обещают каждые полгода, деньги куда-то пропадают, но, естественно, попадают куда угодно, но только не по адресу, который они сами же и пишут. Поэтому Фуле, осознав, что дело идет к досрочным выборам, эти партии, в которые было столько вложено, естественно, пролетают. И потом что в Брюсселе объяснять налогоплательщикам, куда ушли все эти деньги, что они там рассказывали про эту Молдавию. Поэтому они приехали о том, о чем они говорили, вот вы сами цитировали участников этой беседы, что, мол, да забудьте о досрочных выборах, что является прямым вмешательством в наши внутренние дела. Потому что, Фуле, никто нам об этом говорит, просто никто. Вот кто мы с вами, чтобы мы говорили, какими должны быть выборы в Чехии. Или мы должны признать, что у нас несуверенное государство. Да. Кто для телезрителя, объясню, наше с вами мнение для любого Словака или Чеха имеет какое-то значение? Хоть какое-то? Нет. Почему для нас должно иметь его мнение? Он не гражданин, он здесь не живет. У него дети наверняка хорошо устроены, он получает хорошую зарплату. Ну, молодец. Но при чем здесь наша жизнь и наши проблемы, и наши села, в которых никто из власти не бывает? Можно бы пригласить один раз, но он не поедет. И с Фуле сесть на одной из машин и проехаться по нашим, например, дорогам в одно село, посидеть вечерком, особенно осенью, например. И посмотреть, какая у нас культурная и развитая жизнь в селах. Какие перспективы, поговорить с людьми о сельском хозяйстве, которое они хотят полностью загубить после договора о свободной торговле. Никто не объясняет, что они собираются. Вильнюс, Вильнюс. Кто-то хоть спросил, а что будет в Вильнюсе? Почему такой ажиотаж вокруг договора о свободной торговле? Я бы хотел затронуть, это очень важный момент. Договор о свободной торговле меняет нашу фискальную политику и таможенные сборы по отношению к 28 странам. Я и Хорватию включил, 27 Евросоюза плюс Хорватию. Согласно законодательству нашей страны, фискальная политика и, естественно, таможенные сборы – это прерогатива парламента. То есть с одной и с другой стороны это же поступление в бюджет. Мы собираемся подписывать договор о свободной торговле, согласно которой мы снимаем пошлины на товары, ввозимые из Евросоюза. Правильно? Да. Вы не вспомните, а сколько раз парламент обсуждал такой вопрос? Не разу. Что мы автоматически для 28 стран снимаем. А почему для 28, а не 45? А почему для 102? Кто решил, что именно это нам выгодно? И кто, а кто эти люди, которые приняли такое решение? Филат? Ну, в фуле, наверное. А кто он такой, чтобы он принимал решение за 4 миллиона? Может быть, нам это не выгодно. А кто посчитал, а сколько это денег мы теряем и что мы получаем взамен? Я думаю, никто. А почему парламент ни разу не встречался? А тогда у меня вопрос. А те, кто так называемые переговорщики со стороны Молдавии, они на основе, я прошу прощения, каких бумаг там себя вели в Брюсселе? Герман, кто там еще был, Калмык, два замминистра решили за всю страну. Вот, кстати, я об этом хотел спросить. Существует ли проплаченное в Молдове лобби в негативном смысле этого слова определенных европейских структур? Зависит, что вы называете проплаченным. Не на уровне грантов и не знаю чего, а на уровне наличных денег в конвертах ежемесячное пособие. Я лично такими данными не располагаю, но предполагаю, что да. И если серьезно, я сейчас говорю абсолютно серьезно, я не манипулирую. Я думаю, что со временем можно заняться этим вопросом и мы увидим много конвертов подобного рода. Через разные международные структуры в виде якобы помощи, в виде дополнительных премий. Это вообще чушь. С 2009 года государственные служащие у нас имеют право получать еще зарплату в каких-то структурах. Они, я знаю, особенно в некоторых министерствах позволили участвовать в разных проектах. В правительстве есть человек, которые получают зарплату из... У премьер-министров есть советники, которые получают зарплату от других государств. Вот он не государственный служащий с зарплатой сколько там, 4-5 тысяч лей, чтобы он почувствовал, во-первых, а, жизнь, потому что он как все. Во-вторых, он лоялен государству и, в-третьих, он не подкупен. Когда тебе платят зарплату другое государство? Ты, естественно, выполняешь то, что тебе требуют за эту зарплату. Это логично. Поэтому та система, та структура, которая построена за 4 года, с ней, конечно, предстоит еще разбираться. Вот если мы говорим о деньгах, я понимаю, что вы не сможете назвать цену, но мне все-таки интересно. После законов, которые были проголосованы 3 мая, известных законов ЛДПМ и партии коммунистов совместных, которые, в принципе, по моему мнению, возвращали в нормальное, относительно нормальное русло, хоть некоторую часть нашей политической жизни, реакция чиновников, еврочиновников была мгновенной. Такого я не припомню. Такого, потому что еврочиновники самого высокого ранга, по-моему, в тот же день, и некоторые в тот же день, некоторые на второй день. А некоторые до появления даже информации. Вот сколько может, как это вообще, как может произойти механизм, вот такой реакции? Потому что явно это кто-то готовил. Естественно. И сколько могло стоить это мероприятие? Вы сами ответили, эти цифры сложно оценивать, но в Евросоюзе в том числе есть, повторюсь. То есть, а, геополитический интерес, все-таки для них это важно. Если они, следующие выборы, когда они не произошли, если будут выиграны оппозиции, то там многим чиновникам не поздоровятся. Я говорю совершенно серьезно. Их карьеры можно ставить крест на этом. Это раз. Во-вторых, могут начаться, если следующая власть покажет документы, по которым нам одно говорили, а другое тратили, или эти деньги куда-то исчезали, это подымется скандал большой в самом Евросоюзе. И я очень искренне надеюсь, что следующая власть, кто бы они ни были, они обязательно разберутся с вопросом внешнего финансирования. Почему объявляли какие-то сумасшедшие цифры, типа 2 миллиарда? 2 миллиарда евро! Это бюджет годовой. И где эти деньги? Куда они пропали? Если они не перечисляли, зачем объявляли? Если перечисляли, то где они? Почему до сих пор полностью скомпрометировавший себя, как зовут министра финансов, забыл уже, Негрудцы, по-моему. Почему он еще в должности? Министр финансов Республики Молдова, он не отвечает за свой личный карман, это публичные деньги. Мы все видели, как он, не глядя, самым бестолковым образом, взял и отдал 400 тысяч евро наших с вами денег, наших общих. Несмотря на это, он продолжает быть должность, и это никого не смущает. Представляете, на Западе, чтобы, например, министр финансов Германии, например... Да, эти сравнения у нас не работают никакие. Нет, и все же, чем чаще мы будем об этом упоминать, тем будет лучше. Чтобы он взял розчерком пера 400 евро и передал коллеге по партии. Публичных денег. Я себе не представляю. Это было бы уголовное. Представляете, он бы уже сидел в... Это само собой, но что было бы с той партией, и то, что 100% бы и канцлер мог бы уже подать в отставку, это тоже однозначно. У нас это проходит не только сколько времени. У него у самого хватает наглости продолжать находиться в этой должности. А у его коллеги продолжает хватать наглости не возвращать эти деньги? Ну, это само собой. Иначе бы эту аферу не устроили. Мы же все понимаем, что это изначально было задумано, так было четко, ясно, как будут поступать. Но я привел этот пример, чтобы все четко понимали, что эти ребята, как вы их называете, они во власти четко для решения своих личных проблем. А за это, за то, что они принимают законы, которые выгодны внешнеполитическим игрокам, их хвалят и рассказывают нам, в какой чудесной стране мы живем. Если всем нравится эта картина абсурда, ну, продолжайте жить. Я, например, с этим не согласен, и всеми доступными методами собираюсь бороться с этим. А теперь вопрос, все-таки вы знакомы хорошо со структурой Министерства иностранных дел. Вот этот скандал с дипномерами посольства Молдовы в России. Я не могу понять, это что это? Это 60 номеров на 12 работников посольства, вместе, наверное, с шофером из горничной, которые не имеют автомобиль. Это что? Это какой-то бизнес? Это кто-то продает эти номера? Или это понты какие-то? Не, ну, какие понты? Я совершенно четко понимаю, что эти номера выдавались людям, имена которых были кем-то указаны. То есть это из Кишинева идет указание? Да, потому что, зная структуру, кто бы там ни был послом до этого, я уверен, 99%, что и Галбур нынешний посол, и там был до этого исполняющий обязанность, я уверен, что никто никогда не рискнет сам это вытворять. То есть это по указке сверху, выдавайте тому, выдавайте тому. А уж какие отношения тех, кто... Ну, давайте придумаем, подумаем, кто мог давать такие указания по слову. Ну, если взять, что Министерство иностранных дел находится под Филатом... Лянка и Филат, только эти двое могли давать. Или же я что-то не слышал до сих пор. Такое существовало вообще в истории Молдовы, за 20-летнюю историю Молдовы, чтобы... Потому что это, в принципе, наносит ощутимый урон престижу страны. Ну, естественно, я помню, один раз мы поймали, была такая попытка, но в совершенно другой стране. Кстати, того, кого мы поймали, сегодня советник нынешнего президента. Мы тогда его поймали и сразу выгнали. Он исполнял тогда должности посла в Юго-Восточной Европе, в одной из стран. И нам пришла информация, что он попытался два номера Молдовского посольства, каким-то образом оказались в соседней стране. И он тут же был отозван посол тогда. В этом случае, конечно, наглость не имеет предела. Какие машины? Раз, мы видели. И два, сколько их по счету? Это очень много. Да. Ну, это говорит о полном беспределе в самой системе. И о том, что... Я, кстати, уверяю вас, что там много чего есть еще накопать, и не только в Москве, и не только на машины. Я думаю, что там бардак серьезный. Такой же, как и в других... Теперь очень короткий вопрос. Вот за последние четыре года управления Альянса, евро настроение, скажем, настроение граждан в пользу Евросоюза упали в два раза. Как вы думаете, если состоится новый Альянс, третий или четвертый, его можно назвать по-разному, на сколько упадут еще предпочтения граждан в сторону Евросоюза? Ну, во-первых, люди, которые говорят о предпочтении Евросоюза, они часто не понимают, о чем они говорят. Я сейчас абсолютно серьезно. Те, кто говорят, что я за вступление в Евросоюз, надо спросить. Ты понимаешь, о чем ты говоришь? То есть за вступление в каком смысле? А чего не за вступление в Японию, например, или в Швейцарию, или в Норвегию, которые не являются членами ЕС? Что, Молдавия уже готова вступать? Молдавия должна понимать, какая цена и когда это будет. И эти люди должны думать о том, как будут жить завтра. Если вы говорите о оставшемся годе для этого Альянса, они полностью уничтожат. И для меня эта идея уже дискредитирована ими. Но для большинства населения евроинтеграция будет означать хаос, бардак и анархия. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Спасибо за внимание. Мы увидимся с вами завтра в это же время на этом же месте. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok